Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале! Сегодняшний разговор будет о крутом прицепе Knaus Südwind Маленький крошка-картошка прицеп Масса его 630 кг в снаряженном состоянии и 830 кг в полном загруженном состоянии Давайте покажу, в чем особенность именно такого прицепа Поехали! Так вот, друзья, вот такой вот получается прицеп у нас Крутенький, классненький В чем его особенность? В том, что прицеп очень короткий Это Knaus Südwind Немецкий прицеп Такой вот у него маленький рундучок впереди Небольшая длина, 3,70 или 3,75, что-то такое То есть до 4 метров он идет На 4 болтах у него 13 диски вот такие штампованные Такая вот крошка-картошка-рама Небольшая по высоте шасси фирмы Alka И в чем же особенность этого прицепа? Особенность в том, что у него резино-жгутовая подвеска Внутри себя имела всего лишь 3 спицы Сейчас покажу вам чуть позже И очень не часто так встречающиеся шасси На таких вот крошка-картошка-барабанах То есть очень маленькие барабанчики То есть вот для сравнения То есть обычно они раза в полтора больше То есть маленькие колодочки здесь вот такие стоят Конусные подшипники имеются Все остальное такое же, как и у взрослых прицепов То есть вот эти все кронштейны Вот эти все кронштейны обычные, алковские Вот этот вот кронштейн тоже штатный Абсолютно одинаковый Вот этот вот стопор подводной одинаковый Ну вот сам размер барабанов реально маленький Еще особенность этого прицепа, ребята, знаете в чем? В том, что вроде бы вот он такой маленький Вроде такой скромный Вон у него, во-первых, номер рамы где находится Очень близко Закрывать его нельзя А во-вторых, еще форма рамы была А-образная Многие спрашивают, что такое А-образная? А-образная форма рамы, это говорит о том, что От начала и до конца хвосты прицепа не параллельны Вот здесь вот видно, что вот они болты Стояли Видите, раз болт Вот он, два болта Я сейчас их буду спиливать, вот эти два штуки Они мешают монтажу подрамника Да, вот они Вот, хорошо видно И пришлось, грубо говоря, откручивать раму от пола И переносить То есть сводить хвосты Делать их параллельными, для того, чтобы рессоры могли стать параллельными Поэтому касаемо малыша Сюдвинда Что нам удалось сделать? Как я вам говорил Вчера я изготовил подрамник Сюда его поставил Здесь у нас отличий практически нет С теми подрамниками, которые я делал Все усиленно, все размечено Все прикручено, все покрашено То есть вот такой кусок я сейчас здесь небольшой выпилю И мы пока упираемся в ось То есть будет ось изготавливаться Еще завтра только мы ее сможем забрать Здесь у нас получается вот рессора Я ее примерял Будет четырехлистовая Может один лист уберу Посмотрю, может делаю трехлистовой Вот, пока все Пока здесь ничего особенного Нет Будем тестить, смотреть Проверять То есть Как он у нас здесь будет Ну, какое расстояние Что посмотрим Чтобы было красиво и аккуратно Все вот так, друзья Так, закончили малыша Сюдвинда Вот так вот у нас получился Получается То есть вот такое небольшое расстояние Остается до арки Колесо выглянуло из-под арки Мы поставили вместе с владельцем Вячеславом Вот запасное колесо Вот ремонтировали ему запаску Просверлили новые отверстия И вот оно так смотрится Вот они, амортизаторы стоят Тормоз наката настроили Сейчас будем проводить ходовые испытания Четыре листа у нас этот прицеп имеет Вот так Субтитры сделал DimaTorzok